Давайте, ребятки, у кого очень большие уши и кто готов принять на эти уши лапшу, послушаем сказочку от Вильгельма Варкентина, поломанного будильника. Слушаем внимательно и наслаждаемся его очередным расследованием цеха. Расследование проводилось в городе Орске на стуле перед компьютером. Заранее на фоне расставлены даже два монитора, на которых, видимо, одновременно происходят шахматные турниры. А рядом, чтобы вы ни в чем не сомневались, стоит еще одна отдельная доска из самого боку, самого краешка. Это не просто маленькая фигурка, это огромный символ тщеславия, будильника. Ребята, он уже не знает, в какую часть стола его поставить. Но чтобы вы наконец заметили, в середину между фигурами, сзади, на краешек стола, я вас очень прошу, пожалуйста, наконец-то заметьте. Это для него очень важно. Ну а теперь сказочка от Воркинсина. Сегодня я обращу на ваше внимание на мелкую, но очень важную деталь. Всякая дружба полицейского с цехом начинается с дубинки. И именно эту деталь я сейчас обращу внимание на той постановке, которую мы уже целые сутки анализируем. Ну и о ней Пол Рунет говорит. Готовились. Эпически. Это ключевой момент 10 августа. И вот теперь смотрите, видите? Дубинка уже лежит. И все репортеры и все цеховые блогеры типа Котелевского, они уже... То, что вы будете обсуждать все выходные и начало следующей недели. И будете в ярости искать мента, который побил эту Дарью Сосновскую. И вот эта дубинка, ну когда-нибудь вы видели, чтобы спецсредство просто на асфальте? И не увидите, потому что стать свидетелем цеховой постановки не так-то и просто. А если ставят и не успели что-то заснять, конечно, присылайте ко мне, я это с радостью опубликую. Ну и вот этот эпический момент. Вот. И он уже тянется к дубинке. Ну и все, собственно. Остальное мы все видели. Здесь уже и этот журналист красиво готов снимать. И Котелевский, и еще десятки-десятки фотографов всех... ...снимать и делать эпические кадры для оппозиционных изданий. Для чего я вам это показываю? Ну, дело в том, что народ вообще не понимает, что протест напичкан провокаторами. В любых протестах просто гигантское количество мелких фоновых постановок, создающих эмоциональный фон, который влияет на поведение толпы, влияет на управление массами, управляет человеческими реакциями и вообще отношением к происходящему. Поэтому важно, важно такие детальки показывать. И очень хорошо, что кому не все равно внимательные... У меня один просто подписчик говорит, я, говорит, раз пять пересматривал, говорит, я уверен, говорит, дубинка лежала. Ну, конечно, она лежала. Все это видно. И, конечно, вся эта эпическая сценка была заснята. Именно... А дубинка была, видно, точкой опорной, где этот ключевой эпизод должен был произойти. Ну, собственно, не мог же он ее так бросить на десять метров, а потом до нее добежать. Как-то вот нелогично. Если вы до конца не поняли, поломанный будильник пытается всем навязать мысль, что на самом деле ОМОН и полиция, конечно же, не бьют людей. Они просто делают вид. Они машут руками, ногами. Но на самом деле людей они не задевают. И даже не затаскивают их в автобусы. Это делается только для камеры. А как только автобусы отъезжают, людей богополучно выпускают, раздавая всем конфеты и мандаринки. Напоследок, похлопывая по плечу и предлагая перейти на сыроедение, как это делают все в цеху. Ибо цеховики, они очень сильно отличаются от нормальных землян. Они отличаются мышлением, они гораздо развитее нас. И они по-другому питаются. Поэтому они по-другому мыслят. И, конечно же, шахматисты, которые кушают помидоры и мандаринки, они тоже совершенно другие, особенные, гениальные. И поэтому именно они могут видеть ляпы цеха, сидя в городе Орске и больше ничем в своей жизни не занимаясь. Кроме как пялясь в монитор компьютера, иногда посчитывая сообщения из штаб-квартиры Форума 1.1, чтобы скоординировать свои действия. Ну а если у вас не такие большие уши и лапша в Аргентина на них не поместилась, то, конечно же, вы нашли другой материал, где очень четко видно и понятно, что в жизни во время таких вот разборок полиции с местным населением может быть всякое. Полиция теряет не только дубинки, но и каски, щитки. Это множество раз было заснято. Итак, дубинка, которая якобы специально была положена для того, чтобы именно с этого места началась съемка. То есть, понимаете, да, как манипулируют вашим мнением. Видят одну какую-то вещь и начинают к этой вещи привязывать все остальное, надстраивать свою идиотскую теорию. Так вот, дубинка просто упала, когда два полицейских вели до этого еще одну свою жертву. Эта жертва была еще ужаснее, чем девушка, потому что это был парень с ДЦП, инвалид. Итак, смотрим внимательно, в какой момент упала у полицейского дубинка. Да и инвалид отпустите! Уважаемые граждане, расходите! Да народ, ответьте, мужики! О, карма тебе сразу мгновенная! Слушайте, ну посмотрите на него! Инвалид! 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 Трофей? Инвалид отпустите! Ох! как вы видите ее засняли с разных сторон и никто не поторопился и и поднять понимая что случае чего можно получить по рукам от других полицейских следующие ведущие девушку конечно же дубинку подобрали и не было никакого цеха и не было никакой специально положенной дубинки и не было естественно специально присутствующих операторов до печально не было никакой постановки но это неважно вильгельм воркентин придумает вам еще одну сказку высосет из пальца сюжет которого нет очередную сцену которая ему покажется странной ему достаточно просто назвать это постановкой цеховой постановкой для того чтобы вас это заинтересовало особым образом а цель всех этих сказок одна внушить вам мысль что эти люди не настоящие они актеры это значит не происходит никакого насилия это значит что все что вы видите вы не должны на это реагировать потому что это не настоящие побои не настоящие митинги не настоящая полиция все в этом во всем не настоящая путин конечно же ни при чем кровавого режима нет репрессии по отношению к мирным жителям нет ничего этого нет вы всего лишь зрители очередного цехового спектакля вот эту мысль вам хотят внушить потому что вильгельм воркентин как я уже делал отдельный ролик непредвзято завуалирована работает на путинский режим если вы в этом сомневаетесь пройдите по ссылке снизу посмотрите этот ролик еще раз и мой вам добрый совет господа поменьше слушайте этих пропагандонов они пойдут на любые ухищрения для того чтобы любые действия власти списать нивелировать даже до такой степени что называют все это не настоящим действием если у вас еще будет минутка времени можете пройти по еще одной ссылке и посмотреть ролик виталия новикова больше часа человек посвятил разбору бредовых идей поломанного будильника но там он разложил все по полочкам объясняя тем кто еще сомневается что конечно же никакого цеха нет и быть не может почему просмотрите этот ролик если тема вас интересует таким образом вся эта цеховая теория она не выдерживает абсолютно никакой критики и опровергается и доказательствами и доводами при этом я коротко резюмирую так сказать во первых в аргентин патрон сам под цехом понимает транснациональной корпорации как мы установили не под один признак транснациональной корпорации цех не подпадает всех не является транснациональной корпорации значит уже самая основа определение этого цеха в аргентина неверная значит он не знает что такое цех на 5 минут 57 секунде в аргентин говорит почему я так уверен что цех существует и тут по идее должны быть веские доказательства существования цеха посмотрим какие эти доказательства да потому что мы постоянно когда какие-то вещи анализируем мы с ним сталкиваемся постоянно непонятно людям и пишет из этой конторы если раньше он говорил что в цеху находятся какие-то более разумные существа не люди то есть в этой конторе люди реально вопрос самое доказательство конечно почему существует цех да потому что ему пишут из этой конторы лифте они наверно представляются мы из конторы цеха есть такой фильм уроки выживания в этом фильме молодые люди должны выбрать из большого количества малое число тех кто зайдет в бункер и спасется от предстоящего апокалипсиса в результате ядерного взрыва им дается пистолет и те кто не попадут в бункер будут застреляны угадайте кого застрелили в первую очередь конечно же это были виноделы шахматисты оперные певцы гомосексуалы и так далее то есть то в чем люди не нуждаются если у них условия выживаемости и необходимо брать на борт только тех кто действительно нужны так что пристрелите шахматиста перед началом апокалипсиса сделайте доброе дело выжить он все равно не может потому что не приспособлен жизни соображают шахматисты туго судя по поломанную будильнику ну а на ковчеге идущим в будущем им места не нашлось всем привет я говорю так тихо потому что эту песню меня попросил записать цех тот который из матрицы который виртуальной реальности находится в общем вы все знаете это все не постановка ни в коем случае не подумайте никто меня не пытает только не стреляйте пожалуйста в общем я написал песню специально посвящается для канала кому не все равно с поломанный будильник песни подправили и так поехали ты думаешь что наш мир цеховики захватили или в матрице разум людей заключили если бомбу взорвут или дом упадет говоришь никого не убили все вокруг постановка и кругом лишь актеры даже если погибших в открытых гробах хоронили ох вели вели что же вы курили что же вы вдыхали где грибов кушали ах вели 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 что вы натворили всем мозги промыли или сам не в курсах что система ты раб ай вели вели почему же тебя не лечили или в детстве тебя уронили не пойму все никак кто из нас тот дурак если каша в башке но ты в шахмата царь то не значит что ты гениален ты втираешь народу прильнувшим к экранам что весь мир пред тобой виртуален даже если тебе по башке надают точно скажешь что все постановка вижу ран и нитей и укус на руке от чего-то совсем виртуален ох вели вели что же вы курили что же вы вдыхали где грибов кушали ай вели вели что вы натворили все мозги промыли или сам не в курсах что система ты раб ай вели вели почему же тебя не лечили или в детстве тебя уронили не пойму все никак от чего ж ты дурак били не обижайся хочешь кинт-страйк но по-моему это смешно и весело и правда продолжаем разбор постановок 10 августа и задержание дарьи сосновской которая всколыхнула общественность начали тут искать этого мента который ее там якобы бил вильгельм земля плоская я не знаю два высших у меня а а а